Киев Без ложной скромности скажу, что советский зритель тогда впервые узнал и оценил Володю Высоцкого как киноактера благодаря нашей студии. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. Я молодой был, горячий, и вот это вот входило в мою работу как дублера. И раскрыл миру такой талант этого гениального актера, как Владимир Семенович Высоцкий. Приличный человек был, царство небесное ему. Его песни знают все и могут подпевать практически все. Я думаю, Высоцкий тоже бывал в таких ситуациях, но сумел прокачать и прокачал целую нацию. Перед такими людьми мы склоняем колени. Приехать в Одессу это была мечта Владимира Высоцкого, потому что его родословные имеют глубокие украинские корни. В Киеве жили его дед и бабушка, там родился его отец. Замужество с неевреем спасло ее от смерти в Бабьем Яре. Все готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги, сияют наши лица, сверкают сапоги, повышенное равнине за метром метр. Уже будучи известным, Владимир в каждой из приездов посещал Дарью Алексеевну до самой ее смерти. Она умерла у него на руках в 1970 году. Причем поэт, словно почуяв ее смерть, на пару дней вырвался со съемок из Одессы в Киев. Прошу вас, господа, дамы, господа, других не вижу здесь. Блеск изыски общества прелестный. Затвори, Господь, хоть пятьдесят, а лес все равно в Одессе будет тесно. Представить себе Одессу, времен съемок опасных гастролей, это был городской праздник. Все знали, что снимается Высоцкий. Уже после вертикали взрыв его популярности был настолько сумасшедшим в стране. Что с вами стало, мое призрачное счастье. Смотрите, они друг друга таки по-настоящему любили. Марина Владевна. Она просто души не чаяла в нем. Марина, конечно, была ангел-хранитель его. Это совершенно однозначно. Она сохранила великолепную русскую языковую культуру. А Марина Владевна, я в нее так гляну, смотри, мышка. Это такая сиренькая мышка, стоит в таком платьишке. Нормальная женщина. Вот много было у нее женщин, которые даже это не его инициатива. Да? Ага. И значит, пожары над страной все выше, ярче и селей. И областью присягнула. Но вот судьба и время пересели на коней. А там вголоп под пули в лоб. Лисоцкий все свободное время отдавал картине. Не только потому, что он играл одну из главных ролей, но и потому, что он еще и песни писал. И вообще он очень был заинтересован в картине. Володя бьет, бьет, бьет раз, бьет два, бьет три. И только в четвертый раз он, размахнувшись, выливает это стекло. А на Перровске, на базаре шум и тарарам Продает все, что надо, парохло и хлам Песни, песни Лисоцкого Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его Лисоцкого трава не будет Я бы честна, за него бы вышла бы нахуй Чтоб человек жизнь не дал людям Секундочку Я крышку гроба нес Лисоцкого Поехали Большой человек Великий, великий человек Это Пушкин двадцатого века Мурашки по телу идет, когда он поет Великий Знаменитый человек, весь мир, он его хорошо знал Всенародная любовь такой национальности, как Одесситу В отношении к Владимиру Семеновичу И когда он приехал в Одессу и видел эти нравы Видел эту обстановку В Куриже, везде, на улице, где угодно Володя Высоцкий, это Одессит Вы пойдите на Дерибасовскую и встретите любого прохожего И вам скажут, Володя Высоцкий, то он же наш Этот город, этот морской воздух, эта цветущая акация Дала почувствовать себя не просто бардом, не просто певцом А настоящим поэтом, которым он в первую очередь и есть Ну, тем не менее, вот так Молодые, глупые Хотя уже достаточно, должно было бы быть жизненного опыта Вот так поступили Капитана в тот день называли на ты Шкибер с юнгой сравнялись в талантах Разпрямляя хребты и срывая бинты Безновались матросы на вантах И падение меня и согнуло, и сломало Но торчат мои острые скулы из метала Субтитры создавал DimaTorzok